Ну что, приветствую вас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю достигнуть совершенства Божьего существа, в котором есть любовь, радость, мир, кротость, смирение, долготерпение, упование и прочие прекрасные божественные свойства, свойства божественной природы. Продолжаем тему христианского блогинга, проповедничества. Еще раз выскажу мысль, которую в прошлом ролике сказал, о том, что в чем смысл-то христианства? Заквашивать мир, ты сам ученик Иисуса становишься, и ты должен вырасти в учителя. А кто такой учитель? Учитель – это способный научить другого. Тут ничего сложного. Мой опыт, я реальным опытом делюсь, показывает, что из ученика учитель делается за один год. Это максимум. От полгода до года, в зависимости от желания и ревности человека, вот и все. Да, и учительству нет предела совершенства. Ты будешь сам вечно возрастать. Чем мы занимаемся? В капищах сидим? В домах молитвы? С какой целью-то? Церквоохотством занимаемся? Чем мы там занимаемся? Да ничем. Там учат учителя, делают из учеников учителя. Нет, им это не надо. Протестанты будут жалить меня, я так понимаю, до конца дней моих. И ортодоксы. Ну, мне, в принципе, Господь сделал железный лоб, поэтому мне это не сильно в последнее время как-то стало беспокоить. Ну, точнее, Господь меня год назад от этого избавил, от всего. Вот, все это жало вплоть, конечно, будет всегда. Надо делать сначала учеников, из учеников, из учеников учителей. Есть эта цель у так называемых слепых вождей, системы культов? Нет, у них нет такой задачи, они это отвергли. Им нужны послушные блохи в банке. Все, им больше ничего не надо. Вот так вот. Все эти там сказки по поводу того, что там протестантизм, что-то православие проповедуют, они лишь делают себе адептов, вот и все. Они не делают учеников Иисуса, из них не делают учителей. По образу и подобию своего учителя. Им главное, чтобы этот человек пришел в секту, а в секту тебя будет доить, стричь по полной программе. Вот, поэтому все эти сказки про то, что они делают добрые дела, вот этой проповеди, это они просто в свои культы тащат людей. Разве они проповедуют? Да-да, человек, уверуй, что Бог есть любовь, что ты образ и подобие, что Царство Божие на земле и потом на небе, где хочешь, и на новой земле. Возможно, только тогда, когда люди будут любить друг друга, а не все в себя хапать. И все, я оставил, человек и дальше пошел. Разве такое где-то проповедуют? Да нет, такое проповедовал только Иисус и первые его ученики. И то, уже ученики стали создавать систему многие. Этого надо всячески беречься. Вот. Ну ладно, это общая мысль, а это очень важная мысль. Вот. Мы сами не растем. Мы как засели, нас как привели в первый класс. Церквоходы в свое собрание, в свои капища. И так мы сидим в этом первом классе. Кто 10 лет на второй год остается, кто 20 лет, кто 30. Я знаю случаи, где 50 лет все в первом классе сидят. Через год максимум, если ты действительно этого жаждешь, тебя взрастит Господь. Мы ничего не делаем, нам ничего не надо. Ну вот так вот. Поэтому мой опыт показывает, что это на самом деле все иллюзии. Это значит, люди ничего не хотят. Все эти слепые вождеи не хотят сделать учителей. Это же конкуренция. Это надо будет делить общах, которые они собирают, дая своих овец. Стрижа своих овец, дая своих. Кого там овец дует, не дует, я не знаю. Ну вот так вот. Ладно, это к прошлой теме зафиксируем. А по поводу, что главное у проповедника, у учителя, у христианского, сейчас блогера будем прямо говорить, да, кто будет в интернете. Сейчас не надо никуда ходить, не надо никуда бегать. Вон кнопочку нажал, и все. И пожалуйста. Конечно, начинать надо с Евангелия. Вот. Обязательно начинать надо с Евангелия. Это самое лучшее. Шаблон и пример проповеди. То есть сам Господь тебя будет так вести. Прежде чем переходить к свободным проповедям, чтобы тебя не могли там не укорить, чтобы ты мог всегда дать здравый ответ в соответствии с Евангелием, чтобы у тебя Евангелие было на сердце написано. Его, конечно, надо читать. Идеальный вариант сейчас для Ютуба – это подкасты, так называемые. То есть ты записываешь аудио, ремонтируешь какую-то картинку, обязательно как минимум одну ты просто должен прикрепить. Мой, по-моему, помощь сразу прибежал на проповедь. Вот он мой, мои ушки. Да? Какая красавчик. Вот. Просто Ютуб же не может, на Ютуб нельзя аудио загружать. То есть ты обязан к ролику прикрепить хоть какую-то картинку, и получится видеоряд, как это называется. Ну, видеоряд будет громко сказано для одной картинки. Вот. То есть у тебя будет какое-то изображение, можешь текст вставить, что угодно, и смонтировать. Это получится видеофайл, да? Если аудиофайл, кто значит. Ну, там тоже много форматов, но самый популярный – MP3. У видеофайла, ну, самый популярный опять возьмем – MP4. И все. И ты этот ролик заливаешь на Ютуб. Делать его можно, соответственно, раз там одна просто стационарная картинка и закадровый голос автора проповедника, будем так говорить, выражаться христианским языком, евангелиста, учителя. Ролики это можно делать маленького объема, соответственно, потому что там никакого качества изображения не нужно. И все. Но если там текст, конечно, то, конечно, вообще-то должно быть хорошее качество. Но, опять же, при стационарном тексте на экране ролик получится не очень объемный по размеру, потому что нет динамических смен и сцен, и это будет очень маленький файл, потому что тяжелый, как это говорит, тяжелость веса этого файла, размер, величина большой этого файла зависит именно от того, кто знает, какой фильм и чем он динамичнее. Это же все вот я махаю руками, это уже сложнее. То есть там файл сразу получается более объемный. Ну и в чем самое главное, это, конечно, прежде всего, вот я вам цепочку буду выстраивать, и сегодня ролик я хочу посвятить. Ну, в принципе, уже 7 минут наговорил, еще чуть-чуть скажу. Конечно же, самое важное, что вы говорите. Не важно, какая картинка, какое качество. Что ты там, картинка, в смысле, если ты там видео, вот, свой фейс показываешь, или картинку ты на экран ставишь. Какого качества звука? Ну, лишь бы это совсем не было ужасно. Вот у меня наворачивается этот смартфон, вы слышите вот эти скрипы, я ничего с ними сделать не могу, у меня нечем заменить это. Вот, я сейчас заказал, но об этом я в следующей ролике буду говорить, уже о звуке, о технических моментах. Вот, конечно, нужно какое-то минимальное оборудование, будем говорить, тот же смартфон, но он должен быть рабочим, а не как у меня вот наворачивается, и весь этот риск шипы с ним ничего не сделаешь. Это уже внутреннее что-то там, повреждение. То есть, нужно иметь замену всегда, дубликат этого оборудования, какой бы у тебя ни было, дешевое, дорогое, разноплановое, у всего должен быть, по идее, дубликат. Но об этом в следующем ролике. Вот, неважно какая картинка, супер качество видео, твое, я говорю, картинки, тексты на картинке, как это смонтировано. Это все, ролики-то будут как раз в порядке важности, да, записывать тоже. Вот прошлый ролик общий, что надо понять, что мы должны все-таки расти. У нас не черное-белое должно быть протестантское мышление. Спасен, не спасен. Ты родился, как они сами любят это. А дальше-то что? Родится человек, рождается вот такие. Килограмм, два, три, четыре, там сейчас вынашивают и 700 граммов, насколько я знаю. Вот, но не суть, не об этом. Да, от килограмма до пяти богатыри рождаются. Дальше-то что? Ты что, выкинул, что ли, на помойку? Я все время говорю этого ребенка. Он возрастает. Это внутренний человек. Его взращивать надо. Ему пища нужна. Ему нагрузки нужны. Посмотрите, Бог создал мир, чтобы мы через видимое познавали невидимое. Все, протестантизм, все, черно-белое, спасен, не спасен. Господи, да это только начало. Вера – это единая точка. Вот, как мужчина с женщиной зачинают новую жизнь. Как семечка в земле, первую каплю воды почувствовав, начинает новую жизнь свою. Оно семечка может и год, и два, и три, и десять. Вон в египетских пирамидах нашли, сколько тысяч лет пролежали там семечки, их бросили, они дали росток одну там семечка. Что это за черно-белое мышление? Спасен, не спасен. А дальше ты что будешь делать? Ты родился свыше. Ты что, родился 20-летний дылды, что ли? Ты родился вот таким комочком, я говорю, практически бестолковым. Там непонятно, какой разум, какая еще душа. Это только зарождение жизни. Ты услышал, поверил в Иисуса, як о Бог, как в Бога. Либо он сам есть слово, которое сошлось с небес, и говорил, веруйте в Бога, и в меня веруйте. Там только слова как не хватает. Что значит веровать в Иисуса? Только как в Бога в Него можно веровать. По-другому в Него никак веровать нельзя. Во что ты веришь-то тогда? Он когда это говорил, в Него не надо было верить, вообще ходил он по земле или нет, как мы сейчас уже выдают, что это вера в то, что Иисус был 2000 лет тому назад на земле. Да и апостолам не надо было это верить, и тем, кому он это говорил, они на Него смотрели. Это глупость. Иисус говорил, прикровенно, ибо он был Бог пришедшего в плоти, кроток и смирен сердцем, внутренним существом своим, что веруйте в Меня, как в Богу. По-другому эти слова никак не скажешь. Обо Нем сам Иоанн Креститель говорил, что Он был прежде бытия, которое идет после Меня. Неужели так тяжело признать, что не мы Его, не Он наш образ и подобие, а мы Его. Надо наконец понять, что Он Бог, а мы Его образ и подобие. Мы и Боги, и дети Всевышнего всем. И это не Бог не спустился, приняв такую грешную человеческую плоть и образ, и вид. Да это Бог нас создал по своему образу и подобию. Иисуса Христа Бог не создавал, Он явился, Бог, во плоти. А нас Бог сотворил в первой книге бытия. Это огромная разница между нами и Иисусом. Это Бог пришедшего в плоти. Вот. Поэтому важно, первое, что ты говоришь, конечно, ни как ты, говорю, ролик смонтировал, ни как ты выглядишь, ни какая, я говорю, нисколько у тебя классов образования, ни какой у тебя социальный статус, ни твое семейное положение. Это все вообще не важно. Важна твоя святая жизнь по Евангелию, потому что Господь сказал, сотворите и научите. Так что, чтобы стать учителем, надо, во-первых, начать самому жить по Евангелию, и не по бреданиям человеческим, и не по лжевоучениям своих систем. А реально взять Евангелие, начать его изучать, смотреть на Иисуса, как он поступал, и что он говорил, и только так поступать. Если есть в Новом Заветных Писаниях Деяния книги, книги Деяния апостолов, в посланиях, в ихних письмах, книга Откровения, Писание Ветхого Завета, есть там какая-то польза и соответствие евангельскому, какие-то события, слова, да, их тоже можно себе писать на сердце. Нет, отодвинь их спокойно, и назидайся, и возрастай, сам живи, и от избытка сердца твоего святого будет говорить твои уста. Сама жизнь твоя будет светить, но это одно, жизнь твою видят только люди в основном глазами, если ты ее покажешь, вот даже хоть в интернете, будешь хоть как-то там, вот, ну, когда ты будешь писать в начале подкаста, кто там твою жизнь знает, это понятно, ну, сам-то ты, мы потому и молчим. Многие только делают из себя вид христиан, на самом деле, никакими христианами не являются. И являются рабами системы, и боятся сами говорить об этой системе, им и не хочется никого тащить. А когда ты становишь настоящим христианином, ты кричишь об этом от избытка сердца. Потому что ты знаешь, что ты нечешь людям любовь, радость, мир, говоришь, люди, станьте свободными, любите друг друга, Бог, любовь, Он ничего с вас не требует. Человек слышит, и говорит, слушай, какая правда благая весть. Я могу быть счастливым, да, ты можешь быть свободным, ты никому ничего не должен. Ты люби только ближнего, все, что ты должен человеку. А должен это почему-то, да потому что любовь делает тебя счастливым, ты сам себе должен. А и все загоняют в эти банки их, и крышкой накрывают гробовой. Поэтому, соответственно, если вы не говорите, это живой показатель, что у вас в жизни нет, кстати, от избытка сердца, говорят уста. Когда ты не благовествуешь, не говоришь об Иисусе, не проповедуешь Евангелие, его заповеди, его жизнь не рассказываешь, значит, скорее всего, ты не живешь евангельской жизнью. Потому что ты знаешь, сейчас ты рот откроешь, тебя тут же обличат, а ты-то сам, сам-то ты делаешь это. Это факт. Так что посмотрите на себя, так ли это. От избытка сердца. Значит, вы стесняетесь Иисуса, стесняетесь его слов, может быть, стыдитесь, что вообще страшно. Избирайте мир, похоти мира, желания, тщеславия, боитесь, как Никодим, что обо мне скажут, ночью приходите к Иисусу, в дом молитвы, а вышли и все. Разные, может быть, причины, сами на себя посмотрите. Христианин исполнит Дух Святого, рожденный свыше, выросший до мужа совершенного, до невесты Христовой, не может молчать. Значит, вам надо расти, а расти невозможно, если вы не будете назидаться из Евангелия и жить по нему. Это автоматически все начнет происходить. Он начнет расти, потому что вы назидаетесь, вы питаетесь, вы занимаетесь, подвязаясь в заповедях, в любви, в радости, в мире, в кротости, в смирении, в долготерпении. Все это исполняете делами, естественно, ибо вера содействует делам, является их источником, надежды, упование, их подкармливает на всем протяжении пути вашего дела в любой сфере, что в любви, что в радости, что в мире, что в кротости. И делами этим, когда ты что-то сделал, ты достиг совершенства, ты исполнился, ты научился и достиг этого. Как же это непонятно. Поэтому важно, что ты единственное, что важно, что ты говоришь, и люди тебя будут слушать. И не смущайтесь, что кто-то будет отходить, кто-то будет нести. Иисус, Иисус говорил, Бог пришел во плоти, говорил человеческими устами, казалось бы, что еще надо. Нет никакого посредника, ни ангелов, ни Моисея, никого, ни каменных скрижалей, ничего нету, ни культов. Сам Бог говорит, и отходят. Отходят люди. И говорил и символным, и приточным языком, и прямым, и все равно отходили. Поэтому это тоже не критерий, никогда не смущайтесь. И тыкали, и сатаной, бесом называли. И кто-то есть. Откуда ты взялся, где бумажки, говорящие, что ты имеешь на это право. Кто ты есть-то, где ты учился, кто дал тебе право, отчеток тебя не будет нести. Не в этом сердце тебе будет свидетельствовать, прав ты или не прав. На истинном пути или нет. Ты крест несешь, поругание Христова за станом или нет. Это только тут будет свидетельствовать. Конечно, надо и надо обращать внимание, что тебе говорят, может, тебе тоже занесло. Но все, и тебе должны говорить по Евангелию. Если тебя не мог, кто лечить по Евангелию, только не на вырванном пол стихии из вот такой вот речи. Поэтому все, что важно, это то, что ты говоришь. Вообще, в христианском блогинге. Все остальное не имеет никакого значения. Я имею в виду, что все остальные отмазы, что у меня нет времени, у меня нет оборудования. Все стоит, можно за копейки купить. Обратитесь ко мне, я лично помогу. Я сам бомж, но я помогу, братья мои помогут, сестры. Я для вас буду сборы делать, что кому надо, вы настолько нищие, что у вас смартфон нет. Ты вдова, мать, бабушка, мы сделаем. Только не так, что ты загорелась, завтра мы тебе сделали, а ты завтра бросила. Можно найти, что у детей чего-то нет, обратиться, можно попаститься. Мы поститься любим, так попастись и на сэкономленные деньги, купи, поешь неделю гречку, месяц вернее, на гречке посиди с водой, как раз попастишься и купишь себе. Все это можно, все это отмазы. Если мы, у меня нет дар слова, я косноязычный, а Моисей тоже говорил Богу. Пошли другого, я косноязычный. И Моисей, что это значит, мы сейчас не можем точно понять. Он заикался, плохо говорил, шепелявил. Что такое косноязычие? Сейчас эти переводы, тем более русские, ну кто-то на самом деле поймет, теперь что там у Моисея было. Но он реально говорил. И реально за него Аарон говорил. У Аарона, видимо, были. Говорит, Аарон, ты будешь ему, а он говорит. Но он же говорил, и он и сам все равно говорил с народом, и через Аарона часто. Возможно, он заикался, и человек, порой, вы знаете, заикающий человек, он будет пять минут одно слово выговаривать. Но мы видим, что и Моисей разговаривал, и далеко не всегда через Аарона-то. Все это и Бог, и даст вам, будьте истину проповедовать. А это одно из дел любви, причем самое-самое высокое. Это прежде. На самом деле, вы помните, я в прошлом ролике говорил, дай кускок хлеба, человеку, это тоже верно. Иисус и так поступал. Не путайте тоже все, в одну кашу все, никогда тоже не смешивайте. Иисус и так, и так поступал. Когда сначала кусок хлеба давал, чтобы не голодному проповедовать, когда делал, конечно, наоборот. Вспомните его, Нагорную проповедь, и не одну причем. Да, сначала он людям говорил слово, плюс, как мы видим, они чуть ли не по несколько дней ничего не ели. А уж потом только накормил их хлебами, рыбкой, что там было. То есть прежде пища духовная, потом телесная. Но были и другие моменты, мы знаем. Где они сначала кушали, было все вместе. Разные были в Евангелии. Надо и хорошо знать Евангелие, книгу Деяния очень полезно, назидательно знать, как церковь в начале стоялась. Но там надо понять уже, что там уже люди, ну, кто все это смотрел, да. Вот. Так что вот так вот. Отмазов нет никаких вообще. Вообще. В принципе. И возраст, как я вчера там с 20 до 60 сказал, да и когда Господь поднимался, шел в Иерусалим на ослике, вы помните, что он сказал-то? Когда и ему, и ученикам говорили, что типа замолчите, что вы там прославляете Иисуса. Он сказал, камни вы запьют, если они замолчат. Там, конечно, двоякий смысл. Во-первых, это, конечно, тут, ну, они оба, можно сказать, не переносные. Один переносный, что камни, это, в смысле, конечно, все там толкуют, как язычники. То есть, если вы иудеи отвалитесь, вот, его же иудеи славили, еврейский народ, что это ихний мессия пришел их освобождать. То он, как бы, камнями называл язычников. Ну, и это правильно тоже Господь, скорее всего, это духовно имел. И второе, что камни вы запьет не один раз свой народ, любимый, избранный, Господь воспитывал дубинкой и камнями. Кто знает Писание Ветхого Завета, мне сейчас нет нужды об этом рассказывать, да? Вот. Так что это надо делать, надо проповедовать. Все, что от вас нужно, слово. И идеальная форма, это читать Евангелие. Все, читай, что тебе Господь на сердце открывает, делись. Не обязательно это делать в форме, что ты там кому-то проповедуешь, ты сам себя назидай. Просто свои мысли, свою беседу с Богом открывай, так скажем, всем. Вот и все. Никому тебе, ничего тебе не надо. Бог поставляет в церкви, апостолов, не люди, не нужденькие бумажки. Не важно, как ты сейчас говоришь, на троечку ты проповедуешь, если тебя кто-нибудь оценивал, или на пятерочку, да и проповедуй хоть на троечку. В классе разные ученики есть. У каждого разные дары, разный талант, сила этого таланта. О дарах духа, кто знает, у меня ролики есть, я записывал. Господь об этом все говорил, да? Вот, это надо делать. Ну и, конечно же, важно, что ты, это самое важное, от слова ты оправдаешься, от слова осудишься. Твое слово может привести человека к истине, освободить от греха, а может наоборот, да? Поэтому, самое важное, что ты говоришь. Поэтому идеальный вариант, и я говорю, что каждый христианин должен сейчас, давайте жить сегодняшним днем, это я не говорю, что это условия спасения, да? Как любят это. Да нет, конечно, еще 30 лет назад, какой был интернет, какие были диктофоны, какие были видеокамеры, вот, да нет, конечно, но при этом благовествовали вживую, да? Сейчас новый мир, новые технологии, надо жить в ногу со временем, сейчас это должен сделать каждый человек. Надо благовествовать, кто тебе, ты вообще сидишь дома, никто тебя не тронет, никто тебя не обидит, закрой там все комментарии, все, благовествуй, читай Евангелие. Ютуб надо заполонить, сколько там сейчас мерзости, греха, сатанизма, надо его чистой водой наполнить. Евангелие. Читайте его просто так хотя бы, я говорю, запишите весь Новый Завет, у вас на это уйдет. У меня полгода ушло на пробу, ведь вы знаете, какого формата, у меня ролики по 2-3 часа, я готовился к некоторым роликам по несколько дней, собирал все, плюс я, мне некоторые говорили, что вот да, прослушали этот полгода, и все, как будто они вот носы, он говорит, в принципе да, ты мне не нужен, я говорю, и слава Иисусу. Так это не один круг, кто знает, какие у меня ролики, я в одном ролике собирал из всех 4-х Евангелия, или из одного стиха, потом еще, одно и то же место, порой, на горную проповедь, я в других местах сколько раз вспоминал, где преображение, там все эти места. По сути, мой круг, вот этот Нового Завета, который я записал, конечно, вы не один раз прочитали мы там Евангелие, мы его, можно сказать, раза 4 как минимум, Новый Завет прочитали, потому что я и из посланий брал, и наоборот, да, на какие места, сколько раз я их произнес, там эти вещи, конечно, они отложились в голове, почему, да потому что я их, это я 4, это я так сказал, я не знаю, некоторые места я произносил, сколько, если посчитать, какие-то места излюбленные, самые важные. Так это и то, почему я говорю, я люблю все делать, а топтут, я тебе реально могу сказать, это полгода, это посмотрите, кто смотрел, вернее, и кто нет, посмотрите мои проповеди, Новый Завет, это полгода, но это супер готовка, да, подготовка к каждому ролику, вам-то это не надо, начните с малого, я 8 год так живу, я это дело любил, у меня многие, я все это готовил, годами все это исследовал, живу, подвязаюсь, практикую разные вещи, я так же начинал, с чего-то, я рассказывал, я Новый Завет, и Библию, но Библии еще нет, а вот Новый Завет уж точно, Заветки за этим не буду говорить, Новый Завет я по косточкам разбирал, по шурупчикам, по винтикам, я и так читал, и так, и так, и так, и только речь Иисуса, я сидел каждый день, за день, я прочитывал, я вам говорил, по 4 Евангелия, иногда выбирал все слова Иисуса, просто их читал, чтобы вот чисто слова Иисуса, без повествования, без контекста, просто его слова, повелительные глаголы я все выписывал, в каком они потеже, в таком или в таком, кому он говорил, собирал, где он молился, что он делал, таблички себе составлял, да кто мои ролики видел, особенно старые там, да я разный, каждый раз разный, разные у меня картинки, иллюстрации, вот эти схемки какие-то, и это все формировало, формировало меня, и других так же, и мы все должны друг друга вот так назидать, расти и умоляться, образ прекрасный проповедника, и это Иоанн Креститель, это друг жениха, ты должен невесту украсить, подвести и отойти, и радоваться, что жених и невеста брачуются, да, или как это правильно выразиться, да, есть такое слово, брачуются, то есть брак заключает, да, свадьба, вот, а потом уже прекрасный образ апостольства, учительства, так и они делают то же самое, они же не к себе тянут-то, уже шлифуют ученика, дело из него учителя, что в то, в свою очередь, как Павел Тимофей учил, ему писал, и ты научи способных научить дальше, какая великолепная, как он там завернул-то Тимофею, вот она истинная цель, бескорыстная, ты ничего не требуешь, ты просто отдаешь, думаешь, быстрее, быстрее, быстрее их вырастить и отпустить от себя, вот истинная цель, вот кто, вы сразу увидите, настоящего учителя, который ничего и не пытается заменить собой, ни Иисуса, ни апостолов, давай, давай, родной, ты долго будешь сидеть еще в первом классе, Иисус, как я так понимаю, глаза на небо возводил, Господи, доколе я буду терпеть, вас вспомните этот момент, когда они не уразумевали, что он говорит, устал я уже от вас, маловерный, как у вас нет веры, я помню, кому-нибудь ляпну, да ты не верующий, это там не уповает, я говорю, ты вообще уповаешь, ну что у тебя зубик заболел, ты к Богу обратился, да ты не обижался, сначала думаю, может я правда грубоват, потом вспоминаю все слова Иисуса, они у меня в сердце все Евангелие, он не просто говорил маловерный, я думаю, так, нет, Иисус, по-моему, говорил маловерный, не надо все-таки своим говорить неверующим, нет, он говорил, как у вас нет веры, помните, нету вообще веры, то есть он говорит, ты вот, надо, а он говорит, у вас нет веры, буря идет, он спит, они его буют, он говорит, как у вас нету веры, не маловерный, он говорит, нету веры, маловерный он сказал Петру, который хотя бы пошел по воде и усомнился, он говорит, маловерный, а которые вообще, когда они им кричали, когда в бурю, что вот, мы погибаем, тебе дела никакого нет, ты же вроде и сам тонешь, он говорит, как у вас нету веры? Нету вообще веры. Не разбудили, не сказали ему, господи, успокой ее, вот вера, вот признание Иисуса. Все время у вас должны быть эти слова Иисуса, разные слова, все ситуации, они должны жить у вас вот тут, как кровь бегает по сердцу в настоящем, в плотском теле, в видимом, так и Евангелие, слово, которое родило вас, так оно, если вы его выкинете или не будете, оно умрет у вас, у вас как кровь вот скрючилась, есть там болячки разные, кровяные, и все, и человек умирает. Питаетесь вы этим словом? Нет. От избытка сердца, говорят, уста, кто чем питается, тот, кто и будет говорить. Обязательно надо читать, и сейчас это надо делать, вы сразу двойное дело делаете, сами учитесь, уча-учи, есть такая древняя мудрость, говорили философы, и говорили-то от опыта. Уча-учись, вернее, я не договорил. И действительно, я вот сам, кстати, мне тоже было даже во время вот этого записи моей, вот этого нового завета, который я сделал, он уже подходит к концу, уже там последние главы от Луки вы смотрите. Мне много открывалось, Господь, я же не только для себя, я понимаю, что еще люди есть, у меня есть ответственность, я буду давать отчет за свои слова, сколько Господь мне еще давал откровений, сколько шлифовал все, и это прекрасно. Ты ревнуешь о том, что, Господи, я хочу служить, я хочу, это дело любви мое, я хочу людям нести истину, нести красиво, правильно и радостно. Жизнь – это радость. Это слово должно быть не угрюмое, не печальное, а радостное. Где-то и посмеяться, и повеселиться, и над собой, и над другими. Господь мы видим, и плакал, и смеялся, все было в его жизни. Поэтому главное, что ты говоришь, но говорить надо прежде всего Евангелие, с этого надо начать, надо напитать свое сердце, и вот эти вот, если вы начнете читать, вы просто опытом это познаете, говорить бесполезно. И вы, может, сколько угодно меня слушать, слушать, закрыли, и мили-мили, Емеля, твоя неделя. Познается жизнь опытом, делами вера достигает совершенства. Человек, ты внутреннего человека, он у тебя возрастает в совершенный возраст. Никто двухлетних девочек не выдает замуж. Вы не готовы к браку со Христом. Он не ждет вас на своем брачном пире. Вы детки вот такие. Хорошо, если вы от 4 килограмм хотя бы вот до девочки выросли, до мальчика. Ну, до девочки, как невеста Христова образ. Кто там вас внутри-то? Там готовая невеста? Нет. Там вот такой вот переросток в коробочке 45-го размера. Уже урод, возможно. Потому что если человека засунуть в такую коробочку, это получится урод. С переломанными костями и всеми вещами. Расти надо. Из коробочек надо выйти. Система – это ложка. Система уродует внутреннего человека. Это система лжеучений. Вы с ними согласны. Вы им потворствуете. Вы с чем-то не согласны. Вы не говорите этого. У вас нет никакой семьи. Где десятина – это финансовая пирамида. Это никакая не церковь. Братья, сестры в семье не платят друг другу никаких десятин. Не платят их родителям. Родители не платят детям. Это финансовая пирамида. Это система. Это структура. Это бизнес. Это не церковь. Церковь – это семья. Господь сказал, я называю вас братьями на прощальном ужине. Потому что открыл вам все. Он никакой десятины с них не собирал на прощальном ужине. Ни до, ни после этого. Они ничего ему не платили. Ученики ни с кого никаких десятин не собирали. Если вы платите десятины, если в вашей организации собирают десятины, пусть даже добровольные, как они это называют, это финансовая пирамида. Это не семья. Это не тело Христовое. Это финансовая пирамида. И вы в ней находитесь. Защищая Павлова, Кифова, Аполлосова, протестантов, католиков, православных, вы защищаете ложь. То, что это совокупность лжеучений. То, что там есть примесь правды. Сатана не приходит в страшном лике демона. Он приходит в виде ангела светлого. Вы никогда не вырастите. Вы будете по природе. Бог положил, ты все равно будешь расти. И ты будешь уродоваться. Внутри у тебя будет уродливый человек. Господу не нужна такая невеста. Никто за уродину замуж, жениться не будет на уродине. Вы там растете. Вы сидите по 50 лет в системах. Эту ложь всю принимаете в себя. Ее же проповедуете. Это ничего вам не даст никакого роста. Вы не угодны Иисусу. Иисусу угодны свободные невесты. Это люди, которые истину познают. Вчера ты так думал. Ты чуть растешь. Не надо бояться. Ребенок в 5 лет говорит глупости. Ну что его родители за это? Ты потом сам вспоминаешь, что ты говорил. В 10 лет, в 15. Как ты смеялся, как ты обижался. Как что ты в 15 лет, что ты в 20 говорил. Помните нас в 15 надувались. Мы тут герои, пацаны. Там девчонки думали, что они там принцессы земли. Сейчас посмотришь, посмеешься сам над собой. Какие мы грудью, колесами у нас были. В 15, в 20. Какие глупости делали, что говорили. Да не надо этого бояться. И в религиозной жизни то же самое. Единственной, единственной другого нет пути к Богу. Это чистое сердце, это искренность. Искренность и желание идти к истине, к свету. Познавать Бога, познавать, кто Он есть. Любовь, радость, мир. И это нести людям. Этому учиться тоже. Потому что несение этих истин людям, это любовь. Ни систем, ни лжеучений. А то, что там есть долька правды, самая малочка, крупицкая. Только шкура овечья. Там-то внутри волки хищные. Ну вот так вот. На этом все, наверное, сегодня. Полчасик. Все. Единственное, что нужно, это то, что ты говоришь. Даже не как, а что. Как ты это говоришь? Посредством жестов ты глухонемой. Или вот еще жестикулируешь свои проповеди. Может быть, это какой-то эффект производит. Это что? Что истина? Истина есть Бог. Бог есть любовь. Этот Бог явился во плоти. И эту истину открыл своей жизнью. Не просто словами, а жизнью. Мы увидели, узрели эту любовь в том, что Он положил за нас душу свою. И уверовали в нее. И поэтому Бог есть любовь. А раз есть Бог, есть любовь, то только пребывающий в любви в Боге пребывает. А такая заповедь была от начала. Потому что мы в образ и подобие. Мы его творения созданы на доброе дело. Зла в мире не существует. Природы зла нету просто в принципе. Оно существует только пока она исходит из сердец человеческих, ну и ангельских. Из чего у них там есть, раз они все-таки бесами из ангелов как-то стали. То есть есть у них свобода воли, точно так же познание добра и зла. Они выбирают, что творить, добро или зло. Все, только из этих сущностей, нами, Богом созданными, выходит зло. И прекратив его делать, оно прекратится в мире. Оно нигде не собирается. У него нет бытия. Оно как пар. Как правда про жизнь говорил Аков. И этот образ можно и к злу применить. Оно есть, оно растворилось. Ты простил человека, вы примирились и все. И нет этого зла нигде во вселенной. Его просто не существует. В мире есть только любовь, благо, добро, счастье. Это Бог, это сущность его, это природа бытия. Все остальное лишь появляется на малое время. Зло, оно не имеет сущности. Оно растворяется. Разве это тяжело говорить? Нет. Своими словами ты дойдешь до этого, от избытка сердца будет уста литься. Весь этот мед и молоко. Но начни с Евангелия. Вот тебе основа, идеальный шаблон. Все. Читай, сам удивляйся, сам восхищайся. Все, открытым сердцем. Все. Кого тебе стыдится? Людей? Кого ты постыдишься? Тебе что-то скажут, ты такой, начнут тебя забивать. Через сатана начнет, через людей, через язычников, через грешников, через христиан, через служил братьев тебя начнет. Вот она, настоящий путь Христов. Крест. Это, как он сказал, это сам Иисус сказал, это мое поругание. Точно так, как меня, так будет и вас. И вас будет и бесами называть, как меня называли, и домашних будет называть, раз хозяина называли. Все будет вас и поносить, и даже, говорит, будет убивать вас. Вот он, путь Христов настоящий. Это путь совершенный и в совершенство. Забудьте эти бредни протестантские о черном-белом мышлении. Спасен, не спасен. Иисус этому никогда не учил. Иисус учил совершенству. В любви, радости, мире, крови, смирении. Потом, познав, его ученики этому учили. Далеко продни все. Мы видим, как отваливались. Они сами освидетельствовали об отвалившихся. Сами они были несовершенны, но стремились к совершенству, забывая заднее, мечтая и уповая на будущее. Все. И стремились достигнуть Христа, как он нас когда-то настиг своей любовью. Ну все, на этом пока все. Надеюсь, вы как-то хоть замотивированы, что-то коснется вашего сердца. Надо заквашивать мир, светить миру. Ибо если соль потеряет силу, мы все жалуемся, все плохо. Там, там войны. А откуда они будут? Кто любовь проповедует? Да никто. Культы только проповедует. Чтобы адептов все набрать, чтобы десятина собирать. Вот и все. Вот так вот. Следующий ролик. Поговорим уже о технических, каким образом записывать голос. Я буду все по-цепольски. Потому что дальше какой шаг? Ну куда? Что делать? Куда бежать? Я буду делиться своим опытом, своими знаниями, своими мыслями, размышлением. Ну, пока все. Подписывайтесь на мои каналы на ютубе. Их у меня три разделенных. Христолюб, где я читаю писание. Христолюб лайф. Вот. Моя жизнь, мои проповеди в свободе, такое слово. И беседы христолюбцев, где мы с братьями и сестрами тоже читаем писание. Или что-то тоже открываем сердца. Все ссылки у вас на экране. В описании к ролику всегда все есть. Все мои контакты у вас на экране. В описании тоже есть. Пишите мне. Свистите, звоните. Добавляйтесь, друзья. Ну и поделитесь этим роликом, с кем считаете нужным. И ставьте лайк, кому понравился ролик. Кому полезно отрадно-назидательное мое служение. Они это всегда сигнал, для кого я служу. Кому я нужен. Ну и пишите ваши комментарии, мысли, размышления под роликом. Задавайте вопросы. На них я... У меня есть отдельная рубрика вопросов-ответов на лайве. Плейлист, куда я буду собирать. Я буду, наверное, не только теперь в прямой трансляции, но и сам потом брать, отвечать. Потому что что-то стало иногда очень много копиться. Это тогда будет километровый. Я, наверное, буду и в течение недели отвечать. А трансляция, может, потихоньку все-таки перетрансформируется в простое какое-то общение. Вот и все живое такое, можно назвать. Ну все. Ну трансляции я постараюсь вести каждую субботу в 15.00 на канале... 15.00 по Москве на канале Христалюк Лайф каждую субботу. Но у меня бывают проблемы со здоровьем. И сейчас проблемы с интернетом. Кто знает, в России там идет борьба, телеграмма с Роскомнадзором. Вот. У нас сейчас какая-то беда. Кстати, не факт, что получится их в ближайшее время проводить. Ну или, по крайней мере, ситуация в любой день может поменяться. Я вам говорю просто сейчас в живом режиме на сегодняшний момент времени. Все. Всех нежно целую. Крепко обнимаю. Прощаюсь до следующего видео. И помните заповедь Иисуса. Любить друг друга, как Он во плоти любил нас и учил нас любить. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.